Лада-Арена признана лучшим ледовым дворцом России. Премию учредили Минспорта и журнал Sports Facilities. Конкуренты у Тольяттинского спортивного объекта были более чем достойные. Но даже сочинский лед не тронул сердца жюри. Нина Ванина о буднях большого спорта и о тех, кто уже привык побеждать. Награда за лучший лед сама похожа на кусок льда. Растопить сердца жюри и премии помогли, однако, только факты. А они налицо. Два катка – основной и тренировочный. Это постоянное место тренировок профессионалов и юношеского состава хоккейной Лада, а также фигуристов школы Олимпийского резерва. Мы совершенно новый объект с хорошей инфраструктурой, с хорошей территорией, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Усовершенствовали какие-то вещи, которые позволяли делать его более комфортным для населения, для посещения матчей ИГР КХЛ. Поэтому думаю, что эта награда однозначно нами заслужена. Трудом спортсменов и грамотным менеджментом Владимир Вдовин, возглавивший Ледовый дворец, в прошлом году занял место и генерального директора команды «Лада». Вспоминаем с ним историю с трещиной в стене здания, которая наделала много шума, но опасения не оправдались. И хоккейные матчи, на которые подчас не достать билета. И недавнее выступление здесь цирка «Дю Салей». Первое в нашей области. Я как-то смотрела кадры с церемонии открытия Олимпиады в Сочи и кадры из рубки режиссерской, где Константин Эрнст, когда зажегся олимпийский огонь, он просто вскочил и на эмоциях кричал «Да, мы это сделали». У вас было такое чувство, когда, например, «Лада» сыграла здесь первый матч, или когда цирк «Дю Салей» приехал и первое представление здесь просто? Немножко такое состояние. Не верилось, но в принципе практически в углосочном режиме мы работали. Открылись, провели этот матч. Вот когда мы, наверное, этот матч первый провели «Лады», вся техническая служба мы все выдохнули, чтобы все прошло, потому что на самом деле это была новая, то есть очень непростая ситуация. Игры «Лады» в КХЛ триумфом не называют скорее из осторожности. Но вчера 11-е, а сегодня уже 9-е место в турнирной таблице в конференции «Восток». Здесь цифры говорят сами за себя. Когда ты обыгрываешь такие команды, как Магнитогорск, Динамо, Омск, ты понимаешь, что у команды есть будущее. Понятно, что, может быть, где-то не все получается. Если мы попадем в плей-офф, это будет на самом деле очень приятно и для города, и для команды, и для ребят. Сейчас очень хорошее настроение, все там заряжены на борьбу, потому что я вам честно могу сказать, что этот матч с Динамо показал, просто все бились на самом деле. А ведь главным условием возвращения в континентальную лигу было наличие полноценного льда. Напомню, что арену к тому времени уже признали долгостроем. Вернуть в Тольятти большой хоккей и способствовать развитию детского спорта стало делом принципа. Стабильное финансирование обеспечено благодаря губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину. Зрители сегодня голосуют рублем и ногами. Практически на каждом домашнем хоккейном матче трибуны переполнены. Нина Ванина, Алексей Вельмискин, Новости губернии, Тольятти.